Впервые за 14 лет фестиваля кино и театра «Амурская осень» организаторы провели вторую по счету звездную дорожку, по которой прошлись те артисты, которые не смогли приехать на открытие и те, кого так ждал зритель. Как отметил президент фестиваля Сергей Новожилов, такие встречи артистов жителями при Амуре станут традиционными и будут проводиться каждый год. Одними из первых вышли к зрителям актриса Елена Финогеева, обладатель золотого граммофона Эдуард Шульжевский и актриса театра и кино Елена Попанова, которая на «Амурской осени» представила свой антрепризный спектакль «При чужих свечах», где и сыграла главную роль. У меня впечатления замечательные, потому что принимали спектакль хорошо, но я не буду грехат, а и чуж грехать, хочется какую-то премию получить, но это уже решает жюри, но, конечно, есть какие-то надежды. Но если даже что-то я не получу, я все равно буду рада, что я участвовала и побывала в таком прекрасном городе, и здесь все хорошо, замечательно. В этот вечер по звездной дорожке прошлись Нина Шацкая, Татьяна Конюхова и Максим Колосов. Также зрители увидели известную любимую актрису театра и кино, которая уже в пятый раз приезжает на Амурскую землю. Спектакли с ее участием дважды становились лучшими, она была признана лучшей актрисой. В прошлом году она стала членом жюри. В этом Наталья Бочкарева приехала в новом амплуа. Каждую замечательную, теплую, прекрасную осень, которая происходит в Благовещенске, я на фестивале, на Амурской осени. И, вы знаете, здорово то, что я сегодня приехала, тут уже куча друзей, коллег, уже как сложившаяся какая-то семья, уже есть свои любимые места. В этот раз я сама приехала немножко в другом качестве, в качестве начинающего режиссера, потому что я привезла свой диплом. Это короткий метр, называется он «Свободный день», который участвует в программе. Как отметила Наталья Бочкарева, у нее есть еще одна ипостасия, которая не была представлена в Преамуре. В планах у актрисы на следующий год привезти и свои авторские картины. По ковровой дорожке прошелся и новичок фестиваля Кирилл Ирмичев, который сыграл главную роль в конкурсном фильме «Владыка времени». Классный город и люди классные. Я в первый раз на фестивале, это все очень круто для людей делается. Навожил господину огромное спасибо, прежде всего жители должны сказать, потому что наполняется жизнь прекрасно, правда, раз в год и на протяжении стольких лет. В этот вечер звезды радовали зрителей своим хорошим настроением, улыбками и, конечно же, нарядами. Одной из ожидаемых на ковровой дорожке стала певица и актриса Алена Бекулова, которая в этом году, к великому сожалению, не смогла привести свой моноспектакль о жизни Эдит Пиаф, но пообещала, что на следующий год она постарается его представить на Амурской осени. Также Алена призналась в любви амурскому зрителю. Не знаю, я просто вас люблю. Мне кажется, ни других слов нет. Это самые настоящие, самые преданные из года в год. И вот каждый раз я приезжаю, мне пишут и на Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Инстаграм, все пишут, ждут. И это очень приятно. Сразу после звездной дорожки артисты устроили для зрителей праздничный концерт, программу которого открыли любимица публики Лиза Арзамасова и ее спутник Максим Колосов. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Также в этот вечер перед амурскими зрителями выступили Евгений Аксенов, Эдуард Шульжевский, Наталья Бочкарева. Также исполнила любимую песню «Примадонны». Особыми аплодисментами и радушиям зал встретил молодого актера из сериала «Ранетки» Дмитрия Тихонова. Концерт длился около двух часов. Ростислав Азизов, Андрей Цветков, Первый областной канал. Редактор субтитров А.Семкин